Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 2030. Тема «Святая Библия». Вопрос. Учит ли нас Господь с любовью, захлопывая двери перед страждущими на учение вере, сомкнуть уста, оставив страждущих без утешения? Если тебе Бог дал веру, то почему бы этой спасительной верой не поделиться с другим? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Молчание – это усиленный труд по закапыванию таланта. Об этих последствиях уже прямо в сказанном Евангелии. Торжественный ход христовых веры по планете был положен титаническими усилиями немонахов. Монахи же закопали не свой только талант, но талант вселенной проповеди. Вселенской. Тогдашние служители слышали голос Божий, посылающий их даже за одной иностранной душой. Деяние 8 глава 26-29 стих. А Филиппу ангел Господь сказал «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима, в газу, по ту, которая пуста». Он встал и пошел. «И вот муж Ефиоплянин, евнух вельможа Кандакии, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. И дух сказал Филиппу «Подойди и пристань к ней, к всей колеснице». А потом эту инициативу гробили полторы тысячи лет и уже к целой стране соотечественников ныне не идут, а забиваются за толстенные стены монастырей и убежищ. «Колоссальность этого преступления еще не оценена, но мы имеем мусульманство взамен сего и монашество, и атеизм. Подумаешь, убили какую-то там проповедь. Монахи исправили ошибки и подвиг креста. Монахи обворовали христианцев, сгубили благовестие миру». Стефан Новый, 28 ноября С умножением учеников блаженного Стефана увидел он, что его безмолвие, к которому он так стремился, нарушено. Тогда святой призвал к себе вышепомянутого Малина и вручил ему начальство над монастырем и заботу о нем. Сам же удалился на другое место, той горы, и построил себе небольшую келью, которая и затворился, имея от рождения своего 42 года. Но и на новом месте своего подвижничества блаженный Стефан не мог избежать желающих получить от него пользу для души своей. Преподобный же устроил для себя столб, на нем тесную хижину, взойдя на столб он затворился в той хижине, в то время ему было 49 лет от рода. Лука Столпник, 11 декабря Ревнуя о высшем духовом совершенстве, он обложил тело свое железным веригами и, взойдя на столб, соблюдал столь строгое воздержание, что в продолжение шести дней недели не принимал никакой пищи, а только в седьмой день вкушал приносимую просфору и немного овощей. Так на столбе провел он три года, потом, призываемый божественным внушением, пошел он на гору Олимп и оттуда перешел в Константинополь, чтобы не нарушить своего обета молчанчества, вложил себе в рот камень и, наконец, удалился в город Халкидон. Там он также вошел на столб и, прославляя многими чудесами, провел на нем 45 лет. Так совершил благочестивый путь земной жизни, святой Лука отошел в обители Небесного Отца. Арсений Великий, 8 мая Однажды, когда он молился, сказал «Господи, научи меня спастись!» В ответ на это был голос небоговоривший «Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании, это корень добродетели!» Внимая этому голосу, Арсений ушел из того места вглубь пустыни и построил здесь для себя небольшую келью. И в этой келью он всегда пребывал один, всемирно стараясь соблюдать молчание. Он избегал всяких бесед и постоянно устремлял ум свой к небу, пребывая на земле телом. Он духом взлетал горним силам. По окончании богослужения тотчас возвращался молча в свою келью, при этом никогда не вступал ни с кем в разговор. Лишь только израка, будучи спрошен, отвечал на вопрос, насколько возможно кратко, и затем устремлялся к своему безмолвному жилищу. Все подвижники, обитавшиеся в кельской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни преподобного Арсения. Один раз Ава Марк спросил его, «Да чего ты, честной отец, удаляешься от нас?» Арсений же отвечал ему, «Знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми, потому что на небе, хотя и очень много высшних сил, тысячи тысяч, десятки тысяч, но все они имеют одну волю, и потому единодушно славят Бога. Но на земле много воль человеческих, и у каждого человека своя воля, свои мысли. Каждый из нас имеет различные намерения и мысли, потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми. Стремять как можно ближе стать к Богу, Арсений всячески удалялся от людей, так что даже не желал, чтобы кто-либо увидел или знал о нем». Серафим Саровский, 2 января. На церковной службе Прохор являлся прежде всех, выставивая неподвижно все богослужение, как бы оно ни было продолжительно. Вне церкви любил он уединяться в своей келье. Недовольствие с тишиной и безмолвием, царовские обители, юный подвижник, соревную некоторым старцам, которые с благовением настоятеля удалились на полное уединение из монастырской грады вглубь монастырского леса, по благовению своего старца Иосифа также удалялся в свободные часы в лесную чашу для молитвования в безмолвии. Особенно прославившийся своим подвигом Симонах Марк, долгое время бывший с молчальником, с его времени Серафим стал еще более искать безмолвие и чаще прежнее удаляться для молитвы в Саровский лес, где для него была устроена пустыня и келья. Вскоре после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг и добровольно удалился в пустыню, оставив обитель для безмолвных подвигов в пустыне. Первое избиение в Раифе, 14 января В продолжение всего Великого Поста до самого Великого Четверга он не говорил ни с кем. Во все время пища его стояла приблизительно из 20 фиников и питье из одной кружки воды. И этого, по свидетельству его ученика, часто доставало ему до самых страстей Христовых. Будучи родом из вифаидской страны, он прожил при нем безмолвие 46 лет. Ни в чем не отступая, отправил своего отца, но по любви Господу нашему Иисусу Христу, удалились из сутного мира и, пребывая в этой суровой пустыне, удостоились понести его благо иго в голоде, жажде и крайней нищете. Савва Сербский, 12 января Многие иноки избирали для себя подвижничество скидское, собираясь по два и по три. Иноки предавались подвигам молчания и богомыслия. Феодосий Печорский, 3 мая Братья обители, приходившие к преподобной ежедневно, придут утренней брать благословение дня. Начали для начала богослужения. Всегда слышали из двери, как игумен весь в слезах творил молитву, часто ударял головой о землю. Преподобный же, услышав шаги их, умолкал и принимал вид спящего, так что братьям приходилось иногда раза по три стучать в дверь, произнося каждые слова «Благослови, Отче!». Тогда преподобный, показывая вид, что он только что проснулся, отвечал «Бог да благословит вас!» И дав благословение, прежде всех приходил в церковь. Рассказывали, что он поступал так каждую ночь. Евфимий Новый, 15 октября. Укрепившись в добродетелях киновийной жизни, Евфимий решил отправиться в пустыню, чтобы там в безмолвии достигнуть еще больше близости к Богу. Оставался еще непройденным путь строгого безмолвия. Далеко все время заносилась слава об афонских подвижниках, и каким-то к ним и к ним-то решил теперь отправиться в Евфимий. Иларион Великий, 21 октября. Святой очень огорчался, что приходившие не давали ему безмолвствовать, и плакал, вспоминая молчание первых дней, когда он был один в пустыне. Нам говорят, что не надо воровать, зато судят руки, отрубают. Вставай утром, ложись и ложась в кровать, не воровать, стократно повторяю. Закон природной мудрости прибавит. Трудиться, как пчела и муравей. Не раз о том написал апостол Павел. Жить от трудов своих и быть мудрей. Но воровство в природе процветает. Повсюду от цыпленка до орла. Чужие ули кто опустошает? Медведь и муравьи, соседская пчела. Историк Карамзин царю в подарок. Историк Карамзин царю в подарок. Свою многотомный труд, историю России. О временах новейших и предельно старых. С благоговением решился поднести. Российский император взял в Благодарит. И просил рассказать как можно кратко. О чем все это? Все эти книги. Что в них найдут цари? Воруют, Карамзин ответил взятки. Не воровать, не похищать, не грамма. Чужих трудов присваивать не смей. Ни звезды, ни напогоны. Огорачки из храма. Невесты, жен, не разрушай семей. Вор не наследует обещанного царства. Наследует доход от чьих-то душ и тел. На воровство особое мытарство. За счет другого жил, блудил и ел. В душе у нас закон о воровстве. Записан в совести отнюдь не от природы. С уютой к изначеям за счастье быть в родстве. Из века в век позорнейшая мода. Не обворуй доверием друзей. Себя не окравить теряя время. Святая Русь всем воровством идей. Господь сними нас в воровское бремя. 2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин.